Здравствуйте, господа Ачмизовы, Казбек, Азамат. Сегодня мы с вами встретились в Твери на Кубке Европы по кадетам до 18 лет. Казбек, ты вчера одержал победу на этом турнире. Расскажи, как тебе этот турнир и насколько он тебе понравился, и вообще твое выступление на нем. Мне понравилось в том, что я набрал очки и сейчас в дальнейшем могу попасть в чемпионат Европы. Первая схватка была со спортсменом из Кыргызии. Довольно зарешилась она быстро, я чисто выиграл. Второй вышел на казаха. Я с ним в Турции уже встречался и поэтому переиграл здесь тоже. Третья схватка была тяжелая, она была с нашим, с Алексайом Давидовым. Он оказался крепким, был бы ровен и с упорным. И в дополнительном времени я его переиграл. И в финале тоже попался наш парень из России. И довольно я выиграл мой быстро. Азамат, ты тоже выступал в 55 килограмм, да? Вместе с братом в одной категории выступаете. Ты не вошел в число призеров. Какова причина, как ты расцениваешь свое выступление? Причина в том, что скорее всего не дооценил соперника своего. А так я рассчитывал быть как-нибудь. Бороться вместе с братом, да? Вы боролись в Турции? 55 килограмм. 55 килограмм тоже. Третье место, да, кто-то за? Кто занял? Оба. А, вы оба заняли третье место. В чем разница между Кубком Европы в Турции и сегодня? Почему там вы стали, ну, Казбек к тебе обращать, да? Ну, там, как бы, иностранцы были, и у меня в группе был только один слой. Ага. А здесь, как бы, наши, и мы друг друга большого, знаю, уже. Чего, в конкуренции, фаворитов российских бидейцев больше. Там было 4 номера в России, а здесь 8, и сложнее было бороться. На чемпионате России в Липецке вы боролись, да, на первенстве России? Второе место занял Казбек, да? Ты, Азамат, как... Проиграл за бронзу. А, за бронзу, да, проиграл. Сейчас в финале в Твери ты боролся с тем, с кем боролся в финале на России? Нет, я за руках финала боролся с тем, с кем боролся в полуфинале. А, так, понятно. Дальнейшие планы у вас какие? Какие турниры? Ну, вот сейчас Германия будет и Чехия. Надо Германии себя показать и какие-то шансы есть, чтобы попасть в Европу. Много ли раз бывало, что вы боролись вместе, у вас жребий скидывал, что поединки близки? Часто ли это бывает? Бывает. И как вы расходитесь? Ну, если мы попадаемся, мы просто другую площадь и победу даем. Между собой не боремся на соревнованиях. А, то есть вы никак не... Но если бы здесь я вышел бы в финал с ним, то он тоже отдал бы победу для очков рейтинговой. Чтобы он хорошо вышел, набрал очков подольше. Как вы пришли в дзюдо? С трех лет отец и до нас. Сразу на дзюдо? Да. Рафаин, да? Кто на сегодняшний день ваш тренер? Ну, Кучин Жабалевых, Тургамович. Вы с самого раннего возраста у него тренируете, занимаетесь? С трех лет только у него. Вообще, для вас вот дзюдо, вот, уже получается вы практически лет 15, 15 лет больше, чем полжизни, да, занимаетесь дзюдо. Насколько вам кажется, вы полностью слились с этим звуком дзюдо? Как вы себя ощущаете вообще вот в этой... Мне нравится заниматься, хочется достичь всего больше. При каких условиях или при каких обстоятельствах вы бы отказались от занятий дзюдо? Ну, я думаю, что не отказались, потому что с раннего возраста мы начали заниматься, и уже очень трудно перейти на другое дело. Тем более, что успех только начнет развиваться. Поэтому нужно не останавливаться, а наоборот, идти дальше. А вообще, ваша цель? Выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира. Замечательно. Просто вот для разговора. Предположим, ну, что-то не получается, да, в соревновательном дзюдо. Будете ли вы продолжать просто изучать дзюдо для себя, как вы считаете? Я считаю. Ну, если вдруг что-то не получится, не дай бог травм, то да, будет. Вообще, вам интересно просто изучение дзюдо, не с точки зрения соревновательного дзюдо, а просто как некую такую науку, которая дает возможность развиваться физически, умственно и так далее. Интересно такое? Ну, да. Скорее всего, было бы, да. По завершении спортивной карьеры, ну, так немножко далеко заглядываю, вы себя видите в тренерской деятельности? Ну, я хочу быть, да, мы сейчас учимся на специальных сетях. То есть вы сейчас являетесь студентами института уже, да? Колледжа. Колледжа. Педагогического, да? По специальности тоже хотите тренерской, да? И как вы будете работать вместе со своим сегодняшним тренером, планируете, если что? Или создадите свою школу? Братьев Ачмизовых нет? Пока с тренером. Пока планируем с тренером, наверное, а дальше уже сами будем. А если, какая техника больше всего тебе нравится, Казбек? У нас просто девятся. Плотно, борьбой не берутся. А любимый прием? С колен. Через спину с колен, да? А твой? Подхват под одну ногу. Подхват под одну ногу. Самый неудобный соперник твой, вот за твою спортивную карьеру в Казбек какой был? А с какой страны? Из России или нет? Вот ты можешь с Россией там? У тебя замокли? Тоже с Россией. Какой-нибудь анекдот свежий можете рассказать? Интересно. Не увлекаемся анекдотами. Не увлекаетесь? А чем вообще увлекаетесь? Ну, тренировки тренировками, а есть же еще и отдых, да? Какое-то развлечение, что-то такое. Мы любим проводить в свободное время в компании друзей. В компании друзей. Как на ваше увлечение, вот, ну, в сегодняшнем свете ваших, ну, уже, как бы, таких первых шагов к успеху, да, в дзюдо соревновательном, относятся сейчас родители? Как они смотрят? Очень хорошо. Есть у вас там еще братья, сестры? Ну, родных нету, двоюродно. Ну, все смотрели, все разочарованы то, что я проиграл с первой схватки, никто не рассчитывал. Тем более я сам. Я, ну, обязан был как-нибудь быть в тройке, но, ну, да, отслил соперника и получилось, что упал в первый схваток. А весовая категория 55 килограмм, уже, как бы, более профессиональная, да, такой вопрос. Гоняете ли вы вес? Да, гоняем. Много ли вообще вот сгонка идет? Тяжело ли для вас она проходит? Ну, 3,5 килограмма, в общем, гоняем. А, ну. Сгонка идет нормально, учитывая то, что, если правильно гонять, сесть чуть на диету и побольше тренироваться. А сколько тренировок вот в день у вас бывает? Да, одна тренировка, мы каждый день тренируемся. По одной тренировке идей, да? А продолжительность тренировок у вас? Два-два с половиной часа. А вы в паре, да, вместе работаете или у вас у обоих есть какие-то тренировки? Ну, бывает вместе, а бывает с ребятами со спортзалом. У нас очень много спаренгов, поэтому мы работаем все вместе. Самый смешной случай во время соревнований под виду можешь к СГ какому-нибудь представлять? Было что-нибудь такое? Нет. Ну, было. А у тебя же мак? Нет, скорее всего, не было. Сначала не было. Когда-нибудь рвали кимоно сопернику во время борьбы? Было такое? У меня не будет. Или кому-то из вас рвали кимоно, нет? Нет. Кимоно было очень жестко, поэтому очень трудно. А вот сейчас новые правила, вроде бы, со следующего года, там, более мягкое кимоно. Вообще вы приверживаете какого? Более плотного кимоно, жесткого или более мягкого? Да, как вы? Более жесткого, уже привыкли бороться, вот как есть кимоно. А вы выступаете сейчас в кимоно, ну, как я видел, кто-то из Керцестейка, Fighting Film, да? Насколько оно вам нравится? Или как вообще вы можете? Мне удобно и привычно не оборваться. Я на России попробовал первый раз, мне тоже. То есть ты вот в Липецке боролся в первый раз, да, в файкинке? А ты, Азаматуре, тоже борешься в файкинке или у тебя есть другое кимоно? Когда как, вот сейчас, вот, с недавнего момента начал в этом кимоно бороться, а до этого боролся в Норрис. Ну, разница, ты, вы можете почувствовать разницу между кимоно? Ну, Норрис чуть-чуть полегче, весом полегче. А кто для вас на сегодняшний день, ну, такой интересный дзюдоист, я имею в виду уже более взрослый? За кем вы как бы следите или смотрите какие-то репортажи? Кто вам нравится по своей технике? Я сам играла в Боресе за Амольё, я недавно выиграл Грам-при. А еще кто? Нарсен Галасиан, а не путь к чемпиону. Виталий Макаров. А среди иностранных дзюдоистов как-то смотрите, интересуетесь? Да, бывает. Были уже у вас поездки в Японию на сбор, тренировочные лагеря? Нет еще. Вы только по Европе, да, пока? Хорошо. А следующие у вас, то есть сейчас идут рейтинговые очки вы набираете для участия в чемпионате Европы, да, с фокадетом? Когда будет чемпионат Европы? Где-то выйдем. А один человек едет, да, в команде? Нет, 25, 22. Так как очень сильный вес, то я сборную, что высадок с двух человек. В общем, может такое получиться, что вы оба поедете? Может, если покажем хорошие результаты сейчас, дальше. Но осмотрение тренеров можно. А после итогов чемпионата Европы уже будет тогда формироваться кто поедет на чемпионат мира, да? Нет, в этом году нет чемпионата мира, а только чемпионат Европы. Ну, хорошо, спасибо большое, успехов вам в дзюдо. И надеемся увидеть вас на Олимпийских играх 2016 года. Все, спасибо. Удачи.